Всем привет! У нас сегодня с вами пересадка. Очень красивая орхидея, крупноцвет. Если я найду фотографию этой орхидеи, я вам вставлю. Эта орхидея зовется кристальная розовая корона. Или корона, розовый кристалл. Ну вот как-то так, да, в переводе. Мало того, что это красивый цветок в плане цветения, это еще не менее красивый фаленопсис вне цветения. Плотные, ярко наполненные цветом листья с оттенком баклажановые. Очень красивая орхидейка с толстенными, толстенными корнями. Эту орхидею я купила, девчонки, не поверите, месяцев, наверное, 8 назад. И вот за 8 месяцев эта орхидея наконец-то отрастила мне необходимое количество корней. И вот сейчас, в этот момент, в этот период развития, я могу пересадить орхидею. Она находится, во-первых, она находится в периоде вегетации. Буквально сутки назад у нее проклянулся цветонос. Блин, опять я проворонила. Ну ладно, я сегодня сделаю крайне деликатную пересадку, так, чтобы она не стрессанула и не затормозила развитие цветоноса. Все, приступаю. Толстенные корни. Корень пророс. Ой, как же его достать-то? Посмотрите, где уже лежит. В уровне керамзита. И я немножко увлажнила, и он отстранился. Все, я достаю орхидейку. Корней было мало при покупке. Я дистанционно заказывала эту орхидею. Мне ее прислали без каких-то сопроводительных фотографий, видео и так далее. Просто что положили, то положили. Поэтому за время нахождения эти 8 месяцев она отрастила вот 3 листа доморощенных. Они видны, что это действительно без деформации, без повреждений. Листики домашние. И она нарастила большое количество корней в посадке. Я достаю орхидею из... Ну как же достаю? Сейчас придется мне размыкать горшок. По-другому, к сожалению, никак. Надрезаю горшочек. И потом его разрываю. Вот так. И теперь я обхожу корешочки и аккуратненько достаю растения без повреждения проросших корней в нижний уровень. Вот. Смотрите, какая красота. Я сейчас буду делать что? Убираю весь мох с поверхности. Кстати, содержа растения во мхе, я делаю после того, как они попадают ко мне в руки, освобождение стволика от мха. Я всегда так делаю. Отстраняю мох для того, чтобы, не дай бог, где-то переувлажню, переохлаждение. Мало ли, форточку открою. Сейчас такое время, оно такое по температурному режиму, нестабильное. Поэтому для того, чтобы не спрел и не сгнил стволик, я мох убираю. Вот уровня ствола, когда орхидеи ко мне приходят. И потом, вот так, крайне аккуратно поливая поливом, один раз через верх, второй раз через низ, я вот так содержу орхидеи до необходимого уровня развития и наращивания корневой системы. Убираю сверху мох и как бы немножко взрыхляю посадку. Метод пересадки этой орхидеи будет как бы полуперевалка. В среднем и нижнем уровне очень хороший мох, который сохранил все свои свойства. Он целостный, он не разлагается, волокна хорошие, структурированные. Поэтому именно вот с этого уровня я буду мох добавлять в посадку, в новую посадку к этой орхидее. Вот таким образом я собираю его в отдельную кучку. А все, что на поверхности, конечно же, это засоленный мох, потому что через него отлично фильтруется, в том числе и вода с удобрением. Соли оседают. Вот, поэтому верхний мох удаляется. Так вот, посмотрите, здесь у нас в районе стволика часть листика, она подсохла. Такое тоже бывает в результате того, что именно засоленный мох может повредить место отрастания корня в уровне ствола. Вот, видите, просто сухая такая вот, сухой остов от листа. Поэтому, естественно, вот эта часть листика, она стала уже подсыхать, портиться. Я так часто делаю, практикую, когда одну сторону листика убираю, а вторая сторона остается. Без проблем, они прекрасно сохраняются на растении. И я сейчас что делаю? Я убираю остатки от прежних листиков, освобождая стволик от сухих каркасов. И вот эти места после снятия листиков в нижнем уровне стволика я покрою зеленкой. Потому что она у меня тут прям под рукой стоит. Я пользуюсь этим. Можно взять неразбавленный фитоловин кисточкой, просто прикрыть эти места. Можно взять споробактерин, это сухие споры, прям порошочком присыпать, чтобы эти места хорошо подсохли, зацементировались. И никаких последствий после удаления остатков листиков на орхидее не появилось. Вот так. Только смотрите, если вы будете использовать споробактерин, порошочек, вы понимаете, что это живые споры. И попадание этих спор в благоприятные условия, эти споры начинают разрастаться. Иногда после использования споробактерина, многие мне пишут, что в уровне ствола какая-то плесень начинает расти. Девчонки, ну вы же понимаете прекрасно, это живые споры. Разрастается именно то, что содержится в споробактерине. А в споробактерине содержатся две споры. Это триходерма, вириде и бациллосубтируя, сенная палочка. Так, все. Теперь вы можете видеть, что орхидея готова. Вот сейчас, в таком состоянии, видите, верхнюю часть мха я убрала. У меня там получилось как бы такое гнездышко. Вот оно. Внизу мох я разрыхлила. Там его немного, он очень-очень воздушно находится среди корней. И сейчас я подготовлю горшочек для посадки этой орхидеи. Уложню воздушные корешочки. Минут через 10 они будут готовы к посадке. Они станут мягкими и эластичными. Горшок двойной. 1,2 литра внешний горшок. Поэтому вот этот, я думаю, где-то литровый, может быть, даже чуть меньше. На дно я кинула весь мелкий керамзит, который был в этом стакане. Чуть-чуть там буквально горшочка, даже не горшочка, щепотка. Далее крупная кора, но крупная она относительно объема горшка. Все в этом мире относительно. Так, дальше на нее я беру кокосовое волокно на эту кору. Увлажненное. Вот так. Чем плотнее, чем... Знаете, как не плотнее, а чем воздушнее вы его заплетете, тем больше это кокосовое волокно обеспечит аэрацию нижнего слоя посадки. Ой, вы знаете, я тут напрягла Вику, которая в садовом центре, ну где я обзоры снимаю часто, где действительно эксклюзивчики привозятся. Вика сейчас ищет, конечно, кокосовое волокно. Ицеофлору для нас, ну я могу сказать, что по моей просьбе, не по моей, но вот как бы так, она тоже определила вектор, который задает и понимает, что это для нас с вами нужно. Сейчас оно пропало везде, это кокосовое волокно, и у меня заканчивается. Мама караул, а у меня растение-то ого-го. Дальше. Мох, небольшая жменька, ее мха из ее посадки. Также мох в нижнем уровне корней, взрыхленный, сохранен. Я беру новый мох, увлажненный, добавляю его к старому мху, вот так перемешиваю. И у меня разнофракционная кора с опадом. Вот она, видите? Есть и гладкие кусочки, которые мне Марина присылала. Есть дикая кора, которую я покупала от производителя за хорошую цену. Еще давно-давно она у меня заготовлена. Все, и опад. Сосновый опад. Я начинаю пересаживать орхидейку. Размещаю ее в горшочек. Немножко нижние корешочки я выведу в верхний уровень, чтобы она у меня хорошо присела. Так, давайте мы заводим воздушку. Потом я ставлю орхидею сюда. И аккуратненько размещаю воздушные корни. Не вдавливайте, не трамбуйте. Делайте это предельно деликатно. Все-таки корневая наших орхидей, она имеет специфическую структуру. Так, вот этот корешочек у меня на эту сторону попросился. Я его вот так без повреждений укладываю. Все, орхидея находится в новом горшке. И я сейчас буду добавлять грунт. Смотрите, вот уровень. Сейчас она еще немножечко присядет. Можно немножко попытаться там вот так, как бы ее, раздвигая пальцами корешочки, чуть-чуть ее еще углубить. Вот, смотрите, видите? Все, она присела очень замечательно. Я начинаю добавлять в посадку грунт. Так как у меня в нижнем уровне есть мох среди корней, поэтому, что я делаю? Смотрите, сейчас у меня идет кора с опадом. Самый нижний уровень на кокосовое волокно. В основном крупненькие кусочки. Далее, вот в эту воронку, которая у меня образовалась после удаления мха, я туда тоже точечно закладываю кору. Вот туда. Она очень хорошо ложится в каркас, который создают корни. Крупная кора, чтобы у меня средний уровень посадки не переувлажнился. А мох, кстати, который внизу под этими, под этой корой, получается, у меня сосредоточился, он очень хорошо будет увлажнять и эту кору, которая на нем лежит. Вот, выкладываю кору вплоть до стволика, до верхнего уровня. Как бы присаживается у меня стволик растения на вот эту кору. Вот видите, как хорошо получается. Так, теперь вот на эту кору, которая в нижнем уровне, около стеночки, я кладу мох. Новый и ее мох, которые перемешаны. Вот эти два мха. Для чего мох? Получается, это уже где-то средний уровень посадки. И мне необходимо создавать необходимую влажность. Именно для азиатских орхидей я делаю вот такие вот миксовочки грунта. Потому что эта орхидея росла во мхе. Так, вот с другой стороны тоже самое. Перевернула. Загрузила кору. Вниз идет у меня кора средняя и крупная. Вместе с опадом. На эту кору я укладываю мох. Зеленые шапочки мха. Так как это живой мох, он создаст необходимую среду. Антибактериальную среду. Потому что живой мох, он обладает антибактериальным эффектом. Как природный антибиотик. Вот так. И теперь на слой мха я присыпаю еще коры. На кору остатки мха. Не утрамбовывая. Вот как он между коринок кладется, фиксируясь, так и кладется. С двух сторон. Ой, вообще обалденно получается. Антистрессовый метод. Возьмите его на вооружение. У меня вот когда в момент роста цветоноса приходится пересаживать орхидейки, я именно этим методом их и пересаживаю. Вот смотрите, около уровня ствола, посмотрите, у меня только крупная кора. О, видно? Смотрите, какая. Никакого мха в уровне стволика нет. И на мох кора помельче. Ну, правда, такие, знаете, относительно помельче. Кусочки плотненькие, хорошенькие, кубические. То есть мы вместе с вами сегодня исполнили послойный пирог. Пересадив орхидею в двойной горшок с использованием двух компонентов. Мох-кара. Ну, конечно, внизу там заправочка из вот этого обалденного слоя кокосового волокна. Это тоже очень-очень хорошо. Аэрация. Не забывайте, что корням орхидей нужен воздух. Корни орхидей участвуют в том числе и в дыхании растения. И чем им там будет воздушнее, тем лучше будет расти ваша орхидея. Вот такая сегодня непринужденная пересадка у меня получилась. Очень быстро. Очень быстро. Очень легко. Без извращений. Вот, смотрите. Ниже орхидеи я не сажаю. Для того, чтобы не получить какие-то проблемы со стволом. Отлично все село. Основной корневой ком заглублен. Воздушная корневая система частично, вот буквально с верхнего уровня ствола, находится в посадке. Давайте смотреть, как располагается грунт, как располагаются корешочки. Смотрите, сколько тут воздуха. Вот, смотрите. Видите? Это отлично. Внизу воздуха полным-полно. Смотрите, вот есть небольшие пустоты, которые только частично заполнены грунтом. Вот корешочки сюда выглядывают. Контроль полива у меня будет проходить без проблем. Все, орхидейка пересажена. Ждем развития дальнейшего ее цветоноса. Я думаю, что она нас с вами, конечно, удивит красотой цветения. Я в этом уверена. Орхидея доведена до уровня развития, когда она уже может прекрасно в том числе и цвести. Потому что полная адаптация с прекрасным развитием наземной и корневой части орхидеи. Все, желаю вам здоровья, благополучия, всего вам самого-самого наидобрейшего. Полив этой орхидеи будет проходить методом, наверное, мха много. Погружение горшочка на минутку в воду, буквально на минутку. И потом с удалением всей воды из посадки через сутки. Всем пока-пока, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok